В республике несколько дней идут всероссийские командно-штабные учения. На базе поселка Первомайский на левом берегу Волги специалисты отрабатывают условные действия во время весеннего паутка и лесных пожаров. В учениях принял участие и глава республики. Становись! Равняйсь! Смирно! Равняй на средину! Крупно-масштабные учения идут во всех регионах России. На территории республики задействовано более 3000 человек личного состава и около 160 единиц техники. К специалистам МЧС присоединились пожарные, спасатели, сотрудники лесной охраны, полиция, медицинские работники. У каждого своя задача, но цель одна – предотвратить бедствие и оказать помощь пострадавшим. В сегодняшних учениях будет отработано водное, связанное с подтоплением населенного пункта, а также распространением лесного пожара на территорию населенного пункта. В зону подтопления по водной у нас попало порядка 40 человек, жителей населенного пункта. Также угроза от перехода природного пожара, также угроза порядка 40 человек и 5 жилым домам. Вопросы безопасности населения и защиты объектов от природных рисков – приоритетные задачи для ведомства. Поэтому все проблемные моменты надо отработать в ходе учений. Зачернение, вопрос зачернения, люди для установки плавающей мотопомпы, которые будут помогать ПНС-110. Чтобы воду выкачивать. Да, чтобы откачивать воду, переливать через дамбу. Подразделения представили технику и оборудование, предназначенные для эвакуации людей и проведения аварийно-спасательных и восстановительных работ. Была организована бесперебойная передача данных вышестоящим органам управления. Свою готовность к реагированию продемонстрировала и аэромобильная группировка. Глава республики оценил возможности бригад, оказавшихся в эпицентре условного пожара. Контакт группировки входит. Аварийно-спасательный автомобиль. Олег Алексеевич, тяжело было? Ну, я бы не сказал, что тяжело. Все-таки учебный вариант. Но чувствуется, как бы так сказать, не просто волнение, а такая внутренняя собранность и мобилизованность. И, конечно же, ощущение того, что это очень серьезно могут быть последствия, когда вот чувствуешь вот это давление, вода, огонь, все вместе. Эти стихии заставляют реально почувствовать и осознать всю опасность, возможную опасность. Напомним, что действующие нормы административного кодекса о правонарушениях на предмет ответственности за пал травы, возможно, будут внесены изменения. Уровень наказания будет зависеть от причиненного ущерба и других последствий пожара. Екатерина Шиверова, Андрей Шоклев, Республика.